всем привет мои дорогие друзья для тех кто первый раз на моем канале поясню что это за формат я рисую и рассуждаю на какую-либо тему вы можете смотреть видео а можете просто его послушать цель видео это вызвать у вас мысли рассуждения вдохновить вас на творчество возможно подбросить темы или идеи для работ сегодня мы поговорим о парадоксах новой человечности но для начала я хочу поблагодарить людей которые все еще верят меня вы видите их имена на экране это мои спонсоры особенная благодарность золотым и серебряным спонсором как-то так само собой получилось что среди моих спонсоров очень много творческих каналов с ютуба это мой золотой спонсор канал sm на его канале вы найдете подробнейшие глубокие разборы пигментов составов красок и так далее это они идет силе которые вы уже знаете потому что у меня было несколько видео о ее продукции это канал яшма тоже творческий канал и конечно же не творческий канал мы тоже мне очень важна ваша поддержка это александр старынин уже традиционный спонсор и тот человек который поддерживает мой канал и алекс лита спасибо вам огромное друзья я очень ценю вашу поддержку а теперь к теме я люблю смотреть всякие фантастические фильмы и сериалы иногда читать книги в этом жанре и в последнее время мне все чаще стала попытаться тема трансгуманизма почему бы нам они не поговорить давайте для начала я дам короткое определение трансгуманизм это философская система в основе которой лежит стремление к эволюции человека с помощью науки и техники но что подразумевает под собой эта эволюция во-первых это улучшение тела я думаю сейчас у всех в памяти всплыла довольно свежая игра киберпанк именно там очень ярко показаны телесные модификации с помощью передовых технологий киберпанк это мир будущего где люди могут чинить или заменять части своего тела они могут стать сильнее и красивее жить столько сколько захотят лишь бы хватало денег на новые органы и на самом деле эта игра практически целиком посвящена именно трансгуманизм но этот мир заметьте совсем не идеальный в нем полно проблем технический прогресс не смог победить преступность бедность и другие беды сопутствующие человеку на протяжении всей истории это конечно выдуманный мир но даже он далек от совершенства вы можете сказать какое же это будущее это вполне себе настоящее люди ведь получают бионические протезы слуховые аппараты и кардиостимуляторы да все это так но это не относится ни к реальности киберпанка не к трансгуманизму то что мы имеем сейчас это не улучшение человека это лишь подтягивание функции его организма к норме ведь любой человек очевидно выбрал бы обычную руку вместо бионического протеза пусть даже самого современного трансгуманизм же предполагает именно эволюцию переход на другой более высокий уровень помните фильм рыбакоп по сюжету в недалеком будущем после стычки с бандитами полицейский получает травмы несовместимые с жизнью но ученые находят способ предотвратить его смерть они создают киборга совмещают мозг главного героя с кибернетическим телом стирают ему все воспоминания и заставляют служить на благо города создают идеального робота но что-то идет не так главный герой постепенно начинает осознавать свою человеческую природу восстанавливать воспоминания и понимает свою трагедию фильме много стрельбы погони всего такого но все же в нем поднимаются важные этические вопросы что было бы лучше умереть как герой в перестрелке или жить но в качестве вещи вот такой грустный пример трансгуманизма но вернемся к нашему недалекому будущему конечно мы понимаем если заменять части тела которые по ходу жизни выходят из строя в конце концов останется только мозг точнее даже не мозг а сознание сознание в роботизированном теле хотя постойте зачем тело может лучше перенести сознание в компьютер и тут я вспомню уже другой фильм газонокосильщик сюжет такой ученые по заказу военных работает над обучением обезьян но в какой-то момент ему в голову приходит безумная идея сделать доброе дело и ввести в эксперимент своего умственно отсталого соседа ну чтобы сделать его умнее сосед интеллект которого соответствует детскому соглашается ученые используют компьютерные игры для обучения и при этом стимулирует сознание подопытного супер сильными медикаментами и все получается соседский дурачок начинает прогрессировать становится все умнее но при этом перестает быть таким добрым а в конечном итоге берет свое развитие в собственные руки потребляя информацию с невиданной скоростью ему становится абсолютно очевидно что он является самым умным человеком на планете он переносит свое сознание в киберпространство освобождаясь от таков тела ему хочется быть вездесущим и он планирует утащить с собой всех людей и быть их кибернетическим богом ну вот тут тоже киношники придумали совсем не радушное трансгуманистическое будущее и тут вообще встает большой вопрос остается ли человек человеком эволюционировав таким образом и какой выбор сделать если ради прогресса и эволюции потребуется уничтожить человека как вид в привычном нам понимание стоит ли она того нужен ли нам новый кибермир мне кажется интересным тот факт что почти во всех художественных произведениях человек достигающий наивысшей точки развития перестает быть эмоциональным почему-то эмоции противопоставляются интеллекту и часто в книгах или фильмах они говорят как о примитивном атовизме но это лишний раз показывает что развитие подразумевает отказ от стандартных человеческих качеств от того что делает нас людьми без эмоций мир точно станет другим а вот сама эта идея о том что развиваясь человек будет избавляться от эмоций она ничем не подкрепляется я вообще не думаю что это возможно недаром знаете ли существует понятие эмоциональный интеллект это ведь тоже важная штука генетика на самом деле трансгуманизм это не только про киборгов трансгуманисты планируют улучшать людей с помощью науки генетика тоже наука именно генетика может помочь сделать человека лучше если мы научимся управлять генами то больные дети перестанут рождаться все болезни можно будет починить на стадии возникновения но это касается не только болезни людей можно будет создать более интеллектуальными счастливыми склонными к долголетию можно вывести новый тип супер людей или лучше сверхчеловека классно или где-то мы это уже слышали нитше что-то такое вроде бы уже писал и к сожалению то что он писал прочитали скажем так не те люди и возникла наука называемая евгеника наука о селекции применительно к человеку призванная к улучшению наследственности та самая которая в качестве доказательств превосходства одних наций над другими использовала замеры черепной коробки все это стало фундаментом для людоедской фашистской идеологии и привело крупнейшей глобальной трагедии в истории человечества вот вам и идея вот вам и философия просто книжки просто слова а какие последствия конечно после всего этого евгенику отменили как науку признали ее ничтожный и на долгое время забыли но сейчас как кажется ее пытаются возродить а чтобы очистить репутацию просто дали ей новое название трансгуманизм это новая евгеника это все к чему а к тому что такая светлая и прогрессивная идея развития человека может закончиться по-разному если до этого мы говорили о каких-то фантазиях играх фильмах то тут вполне конкретный исторический пример как идея развернулась в нашем настоящем да не очень хорошо на тему генетического введения совершенных людей советую посмотреть бегущий по лезвию и там тоже к сожалению вот мрачный взгляд на это будущее боль на самом деле большинство трансгуманистов стремятся к улучшению качества жизни человека они хотят чтобы человек был счастлив и не испытывал боли но какой будет наша жизнь без боли более это вообще что это сигнал что с телом что-то не так есть болезнь которая называется наследственная сенсорно-вегетативная невропатия четвертого типа это редкая болезнь дети которые ей болеют не чувствительны к боли температуре и некоторым другим ощущениям почему я сказала дети а потому что долго жить с таким заболеванием очень сложно маленький ребенок просто играя с собственным лицом может лишиться глаз и зубов человек может понять что горит только тогда когда ему об этом скажут ожоги как вы понимаете бывают фатальными перелом на который не обратили внимание может воспалиться а воспаление бывают фатальными и так далее и так далее так далее мир без боли полон опасностей как бы эта страна не звучало но это болезнь редкая давайте я буду поближе к обычным людям казалось бы боль это нечто ужасное и все мы должны стремиться ее избегать но так ли это если мы посмотрим на практику на то как ведет себя человек в обычной жизни иногда мы как будто просто стремимся к более страдания разрушаем сами свое тело вредными привычками разрушаем себе психику какими-нибудь больными отношениями а какое удовольствие от этих ваших экстремальных видов спорта это же дикий стресс а люди стремятся испытывать его снова и снова трудоголики сами выбирают путь самопожертвования ради работы и даже не ради денег не рассказывайте мне не ради того чтобы потом хорошо отдохнуть работа именно работа это и есть их цель короче куча примеров когда люди делают что-то сами по своей воле и это приводит к страданиям и боли а им это кажется нравится сплошной мазохизм почему мы это делаем мы что дураки я бы не была такой категоричный и сказала бы что это просто в нашей природе все логичнее чем кажется я склонна полагать что мы стремимся скорее к наиболее разным ощущениям нам просто хочется чувствовать жизнь боль по сути это просто максимально концентрированные чувства боль и неприятности это важная часть жизни и в последнее время боль стали как-то обесценивать средневековый человек знал что страдания это неплохо они приводят к очищению может быть они слегка перегибали палку но в чем-то они были правы был целый культ боли и страданий только через лишение можно было прийти к богу потом начался гуманизм с востремлением к удовольствию комфорту комфорт это вроде бы хорошо но с другой стороны он расслабляет идет к стагнации и впоследствии к деградации хотя есть мнение что если человека избавить от тяжелой работы и обеспечить пропитанием появляется неограниченное время для творчества но сколько на самом деле среди нас творцов если быть честными на практике уже доказано человек получая максимальный комфорт бездействует деградирует для развития нужно сопротивление окружающей среды я это все к тому что максимальный комфорт и абсолютное счастье имеет и другую сторону не такую радужную все таки человеку для того чтобы быть форме для того чтобы сполна ощущать жизнь нужна какая-то борьба человек без четких позиций не способны себя защитить слабый и тепличный это разве хорошо или это путь в никуда или такие люди на следующем шаге приходят естественным образом к самоликвидации и это только мои рассуждения про боль и ее отсутствие но трансгуманисты хотят отменить и более серьезную вещь и эта вещь смерть если спросить человека хочет ли он жить вечно или как можно дольше будет естественным если он ответит до стремление жить в нашей природе но для нас также естественно и неизбежно умирать такой в порядок вещей и мир держится на этом опять-таки победы над смертью это что-то очень хорошее на первый взгляд однако с этим тоже есть проблемы перенаселение если люди перестают умирать то их становится все больше и ресурсов на всех перестает хватать эту проблему обычно предлагают решать переселением на другие планеты но все мы знаем что они не приспособлены для жизни и даже если технический прогресс зайдет так далеко что переселение будет возможно это будет все равно что переехать жить в гетто нет я не сомневаюсь что желающих поначалу будет много марс уже сейчас разрекламирован так что многие люди записываются в очередь чтобы быть первыми переселенцами но если так случится что колонизация марса станет реальной все эти непроходимые оптимисты со временем поймут что их обманули как помните в 90 и мы были настолько непуганные идиоты что посмотрев рекламу с удовольствием мазали на хлеб раму и только потом понимали что это не пища богов они съедобный маргарин вот она непобедимая сила маркетинга они заставили нас есть черти что но вернемся к теме бессмертия когда я об этом думаю сама по себе приходит ассоциация с раковой клеткой иногда происходит сбой в организме и больная клетка получает возможность делиться бесконечное количество раз она больше не умирает и таким образом она ведет себя неестественно не так как заложено в нее природой это мерзкая и страшная болезнь и именно в такую болезнь превратится человечество если мы перестанем убирать кроме того некоторые боятся что все благо трансгуманизма будут доступны только богатым они будут жить вечно а бедные будут продолжать умирать это практические проблемы но есть и этические что произойдет с культурой в целом если человеческая жизнь перестанет быть конечной для верующего человека трансгуманизм это надругательство над волей бога человек как бы берет на себя роль создателя ведь все религии построены именно на факте того что земная жизнь когда-то подходит к концу чего бояться человеку если он никогда не предстанет пред судом божиим как изменится его мораль в таких условиях да и для атеистов существуют свои нюансы просто представьте если нет смерти то в чем тогда смысл жизни будете ли вы стараться все успеть если нет никакого дедлайна как вы будете планировать свою жизнь как быстро все это надоест конце концов вы узнаете о жизни так много что она перестанет удивлять и тогда просто станет скучно отсутствие смерти полностью меняет все приоритеты причем принципиально какой вообще тогда будет смысл в детях ведь обычно мы видим в детях свое собственное продолжение это своего рода замена бессмертия и это одна из основных мотиваций деторождения но если есть настоящее бессмертие зачем дети тем более что миру грозит перенаселение то есть детей как явление мы из будущего просто вычеркиваем их не будет с этим нужно смириться мир без детей связи с этим роль женщины тоже резко изменится хорошо идем дальше в чем тогда смысл меж половых отношений и семьи само удовольствие от таких отношений будет выглядеть как ненужный атовизм любовь новом обществе это не любовь кому-то это любовь к себе к своему телу параноидальное желание сохранить свою собственную жизнь навечно будто именно вокруг тебя крутится вселенная твоя роль какая-то безумно важная будто ты леонардо да винчи или какой-нибудь другой гений знаете в этом есть что-то реально противное вспоминается дэвид рокфеллер сказочно богатый человек который мог позволить себе все он дожил до 101 года как же ему это удалось ведь еще в 76 году он пережил первый сердечный приступ и врачи пересадили ему новое здоровое сердце а потом еще шесть сердец по мере необходимости ну и дважды ему пересадили почки оказывается очередь на трансплантацию волшебным образом двигается быстрее если ты миллиардер а обычные люди умирающие так и не дождавшись необходимого органа и не знают об этом сколько людей можно было спасти с помощью этих органов задачка простая можно было спасти девять людей ну или одного рокфеллера кстати рокфеллер был глобалистом и выступал за ограничение рождаемости так что его взгляды вполне вписываются в транс коммунистическую философию хотелось бы только спросить если ограничить рождаемость откуда же тогда у таких как рокфеллер будет материал для трансплантации ну ладно минутка конспирологии закончилась теперь идем дальше цифровое бессмертие если подумать то самое бренное тело это проблема для трансгуманиста многие трансгуманисты стремятся к тому чтобы слиться с компьютером загрузить свой разум машину и получить цифровое бессмертие сожалению скорее всего это означает загрузку копии сознания оригинал же остается на своем месте и умирает тогда когда ему положено какой тогда в этом смысл конечно непонятно есть кстати серия черного зеркала где показывают сознание лишенное тело эта серия называется белое рождество я говорю сейчас о третьей части белого рождества там нам показывают новые технологии умного дома ну по типу нашей алисы вместо искусственного интеллекта в станцию копируют и закачивают сознание хозяйки дома кто как не она может лучше знать что и как она любит так вот главные герои работают с подобными программами потому что как оказывается они нуждаются в до настройки дело в том что сознание несмотря на то что у него нет тела все равно ощущает себя человеком и жаждет свободы и главному герою нужно сломить эту живую программу для этого он использует пытки одиночеством и заставляет программу пережить полгода за несколько секунд то есть для него как бы проходит несколько секунд а для нее там полгода полгода в полном одиночестве и программа уже готова к вечному цифровому рабству без возможности решать свою судьбу это действительно жестоко но хозяйку умного дома это не смущает смотря на это совсем не хочется обретать цифровое бессмертие потому что это может превратиться в вечный цифровой ад сенсорный голод и эксперимент с депривации кстати мне очень интересно что происходит с человеком при полном отсутствии ощущений думаю что это огромная проблема мы знаем что чувствует человек после ампутации руки иногда чувствует будто она все еще чешется покалывает но ее нельзя почесать при этом естественно а самое страшное это фантомные боли несуществующие конечности а что если удалить целое тело на самом деле подобный эксперимент уже был проведен это была полная сенсорная депривация так называемая изоляционная ванна куда помещали испытуемых на них была непрозрачная маска и дыхательный аппарат температура воды соответствовал температуре тела движение нужно было свести к минимуму в таких условиях сенсорный голод и тревога наступают уже через час галлюцинации наступает через два-три часа причем они сохраняются и после завершения испытания без стимулирования чувств извне мозг начинает активно работать и замещать недостающие ощущения воображения из других побочек головные боли боли в спине бредовые идеи страх расстройство ориентации во времени некоторым людям с подвижной психикой подобный эксперимент может сильно навредить скорее всего вы слышали что проживание на арктических станциях это серьезная нагрузка на психику и люди живут там сменами потому что от этих условий необходим отдых однообразность пейзажа полярная ночь все это действует угнетающе ну и космонавты и летчики которые также видят в окно очень однообразную картинку могут галлюцинировать и множество подобных случаев описано и иногда эти случаи приводят к огромным проблемам все мы знаем эти примеры когда летчики видели какие-то нереальные неопознанные летающие объекты естественно это было всего лишь воображение переместившись в другую форму существования сознание может выдать совершенно непредсказуемую болезненную и мучительную реакцию человек существо которое жаждет чувств об этом мы уже говорили когда рассуждали про боль ему даже и боль подойдет лишь бы хотя бы что-то чувствовать вселенная но некоторые трансгуманисты идут дальше им недостаточно переместить свое сознание в цифру они хотят добиться превращения всей планеты со всем ее населением а может быть и всей материи во вселенной в гигантский организм и в зависимости от течения трансгуманизма этот организм будет создан либо для бесконечного познания либо для бесконечного удовольствия но что такое личности которые были соединены в одно целое как это вообще можно себе представить и как они себя могут ощущать пока мы можем рассуждать об этом только на примере сиамских близнецов наиболее подходящий пример это сиамские близнецы татьяна и кристо хоган они объединены мозгом и обладают возможностью передавать друг другу мысли это совершенно удивительные девочки если вам интересно загубить информацию о них но я вам скажу одно несмотря на то что мозг у них один на двоих это две разные девочки с разным мнением с разными пристрастиями и так далее несмотря на то что они могут видеть мир глазами друг друга в буквальном смысле слова одна на что-то посмотрела а другая знает что это было они очень мало общаются потому что кажется что им это не нужно делать слух они понимают друг друга без слов девочкам тяжело естественно но они справляются однако их всего двое слить в один сверх организм миллионы людей значительно более непредсказуемое предприятие мягко говоря предположить что возможно получить согласие столького количества людей во имя такой сомнительной идеи просто невозможно человечество на протяжении всей истории и а гораздо более простых и однозначных вещах не может договориться и это значит что глобальное слияние будет неизбежно насильным самый грандиозный и бесчеловечный акт насилия в истории замечательная идея не находите для тех кто не выкупает сарказм нет я не думаю что это замечательная идея а вы бы хотели стать частью этого совершенного супер организма так сегодня было очень много вопросов и мне бы больше всего хотелось чтобы вы ответили на них в комментариях надеюсь что вам интересно будет об этом порассуждать спасибо что досмотрели до конца и всем пока